МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нужный сорт риса отмерьте необходимое количество для варки из расчета 500 грамм сухого риса на 600 миллилитров воды. Затем рис тщательно промойте до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Автоматическая японская рисоварка значительно упрощает дело. Если вы собираетесь часто готовить японские блюда, рисоварка из магазина «Все для суши» будет выгодным вложением средств. С ней вы сэкономите массу времени и избавитесь от ненужных хлопот. Через 40 минут автоматическую рисоварку отключите и, приоткрыв крышку, дайте рису слегка остыть. Остывший рис заправляем специально сваренным соусом из рисового уксуса и морских водорослей комбу и даем проветриться рису, что придаст ему жемчужный блеск. Охлажденный до температуры тела, рис готов к употреблению. Первым блюдом, которое мы с вами будем готовить, это ролл с лососем. Для его приготовления нам понадобится такой инвентарь, как бамбуковая циновка и нож, а также продукты – прессованные водоросли нори, рис и норвежский лосось. Целый лист нори следует поломать пополам. Положите лист нори блестящей стороной вниз на сворачиваемую циновку параллельно ее пластинкам. Смочите руки подкисленной водой, возьмите небольшой колобок риса и выложите его ровным слоем слева направо поверх нори, оставляя чистый, дальний от вас край шириной 1 см. Уложите приготовленные кусочки лосося на середину, равномерно распределив его по всей длине. На свой вкус вы можете заменить лосось другой рыбой, морепродуктами и так далее. Приподнимите ближний край циновки и нори, затем скатывайте все вместе по направлению к чистому краю и остановитесь, достигнув его. Подправляйте вид получаемого рулета, слегка надавливая на него. Завершите скатывание, убедившись, что завернувшийся конец листа нори как бы запечатал рулет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова сможете заменить копченый угорь на другую рыбу и морепродукты, например, положив в тунец, лосось, окунь и так далее. Приподнимите ближний край циновки и нори, скатывайте все вместе, поджав в середине до конца листа нори и остановитесь, достигнув его. Подправляйте вид получаемого рулета, слегка подавливая на него. Все, рул готов. Следующее блюдо. Будем готовить рулл калифорнийский, в простонародье Калифорния. Ингредиенты – икра летучей рыбы, тобика, она может быть как красная, черная, так и зеленая. Крабовое мясо, авокадо, рис, водоросли нори. Положите лист нори блестящей стороной вниз на сворачиваемую циновку параллельно ее пластинкам. Смочите руки подкисленной водой, возьмите небольшой колобок риса и выложите его ровным слоем слева направо поверх нори, оставляя чистый, дальний от вас край шириной 1 см. Затем равномерно разложите икру и переверните рис вместе с листом нори на то же место, чтобы полоска нори, которая осталась без риса, была с вашей стороны. Затем выложите равномерно небольшой полоской японский майонез, очищенное крабовое мясо и две дольки авокадо. Приподнимите ближний край циновки и нори, скатывайте все вместе, поджав в середине до конца листа нори и остановитесь, достигнув его. Подправляйте вид получаемого рулета, слегка подавливая на него. Все, ролл готов. Для приготовления следующего блюда, ролла с острым осьминогом, вам понадобится рубленый осьминог, спайси соус, в который входит японский майонез, острый соус табаджан, соус чили, икра масага, рис, кунжутное семя и водоросли нори. Делаем фарш. Рубленный фарш осьминога соединяем с острым соусом спайси и тщательно перемешиваем. Положите лист нори блестящей стороной вниз на сворачиваемую циновку параллельно ее пластинкам. Смочите руки подкисленной водой, возьмите небольшой колобок риса и выложите его ровным слоем слева направо поверх нори, оставляя чистый, дальний от вас край шириной 1 см. Затем равномерно посыпьте кунжутное семя по всему рису и переверните рис вместе с листом нори на то же место, чтобы полоска нори, которая осталась без риса, была с вашей стороны. Выложите замешанный рубленный осьминог с соусом спайси на середину листа нори и аккуратно закручивайте, как предыдущие роллы, только надавливая чуть-чуть слабее. Готовые роллы необходимо нарезать. Увлажнив лезвие ножа водой, готовый ролл сначала разрежьте пополам, а затем две половинки соедините и нарежьте на 6 или на 8 частей, в зависимости, как вам больше нравится или на количество гостей, пришедших к вам на угощение. В Японии наибольшей известностью среди суши пользуется лепное суши, иначе нигири узуки. Слепленный колобок риса суши с уложенным сверху ломтиком свежей рыбы и кусочком васаби – самый простой способ изготовления суши. Следите, чтобы рис не оказался слишком горячим, иначе он придает неприятную теплоту рыбе. У слишком холодного риса зерна не будут прилипать друг к другу. Температура приправленного риса должна соответствовать температуре вашего тела. Перед приготовлением суши нарезаем прессованные водоросли нори на тонкие полоски и широкие. Смачиваем слегка руки в подкисленной воде, затем скатываем небольшой продолговатый колобок риса и слегка формуем его. Сверху укладываем разогретый копченый угорь и перевязываем его тонкой полоской нори. Смазываем специальным соусом для угря и слегка посыпаем кунжутным семенем. Суши готово! Для приготовления суши с икрой летучей рыбы, тобика или с другими наполнителями необходимо, смочив руки, сделать такой же колобок риса, как на предыдущую суши с копченым угрём. Обертываем колобок риса широкой полоской нори и выкладываем в нее икру. Суши готово! Следующую суши приготовим с осьминогом по предыдущей технологии. Суши с лососем лепим смоченной в воде рукой. Катаем колобок риса, слегка смазываем васаби рыбу и кладем на рыбу рис. Немного формуем суши. И она готова! Суши с макрелью лепим по технологии суши с лососем. Суши с острым осьминогом готовятся по технологии как с икрой летучей рыбы. Только вместо икры выкладываем в суши острый замешанный фарш из осьминога. Поскольку в ходе приготовления лепного суши температура риса падает, важно работать быстро. Ну а теперь будем готовить японский классический мисосуп, который сопровождает в течение всей трапезы японскую кухню. Ингредиентами супа являются сухой рыбный бульон даси, стружка тунца, соевая паста, водоросли вахами и нежнейший соевый сыр тофу. Тофу нарезаем небольшими кубиками. Сухие водоросли вахами замачиваем в воде. Набухшие водоросли соединяем соевой пастой, стружкой тунца, приправой даси и заливаем кипящей водой. Все тщательно размешиваем и кладем тофу. Миска горячего супа прекрасно идет с роллами и сушами. Такие салаты, как маринованные водоросли хияши вахами, рапаны в соусе кимчи, маринованные горные овощи, кальмары и беби-осьминожки, легки в приготовлении, но при этом очень богаты аминокислотами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами. Неотъемлемой частью трапезы японской кухни является корень имбиря, гари, соевый соус и японский хрен васаби. Эти три компонента придают слегка пресноватой японской пище неповторимый пикантный вкус.